Мир вам, братья, сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бог внутри себя». Благословения от Бога придут в твою жизнь и исполнятся, если... Интересно, что если? Друзья мои, то, что нам дал, оставил Бог через Иисуса Христа, это абсолютно все, что нам всем и каждому, все, что нужно для жизни и благочестия. «Ведь Иисус Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь, и притом жизнь с избытком». Это написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Ну, знаете, мы вроде живем, ходим в церковь. Почему у меня нет того, что нам обещал Иисус Христос? Посмотрим на самую распространенную ошибку, и она повторяется с людьми еще со времен Моисея. Благословения приходят и исполняются. Бог говорит через Моисея, это в книге Второзаконие, 27-28 глава. «Придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Из-за проклятия, говорит, придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Если говорят, что благословения не существует, это неправда, друзья. Мы все знаем про проклятия. И верующие, и неверующие, и христиане, и нехристиане. Все знают, что проклятия существуют. И не нужно в них верить, все их видят. И Бог говорит, что они есть, и даже перечисляет их. И как они выглядят, как они приходят. Почитайте книгу Второзаконие, 27-28 глава. Самое страшное, что проклятия приходят и постигают. Люди их не зовут. Они сами приходят и постигают. Так, друзья, напишите мне. И это действительно страшно. Но лучше почитайте, что про них говорит Бог, а не то, что про них говорит телевизор. Это немного разные вещи. Говорят, что благословения не существует. Но, несмотря на все, Бог нам дает утешение. Это благословение. И смотрите, в книге Второзаконии он написал сначала о благословении. Он сказал, ты сам выбирай. Или благословение, или проклятие. Так вот, он, когда Бог давал выбор человеку, он сначала говорил за благословение. Вот. И как существует реально проклятие, друзья, так же существует и благословение. Когда вам по жизни будет приходить или показываться проклятие, всегда вспоминайте благословение. Но какие условия для проклятия и благословений? Благословение первое. И будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его. Это книга Второзакония, 28 глава, 1-2 стих. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушаться голоса Господа Бога твоего. Проклятие. Это Второзаконие, 28 глава, 15 стих. Если же не будешь слушать голоса Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Второзаконие, 28 глава, 15 стих. Условие слушать и стараться исполнить. Условие слушать то, что Бог говорит тебе и стараться исполнить. Но как исполнить то, что говорит сам Бог? Как услышать, что говорит сам Бог? В Новом Завете, то есть наше современное время, это легче, чем когда-либо. И поэтому в некоторых местах сейчас называется время, время благодати. В Ветхом Завете это закон Моисеев и пророки. Но закон и пророки говорили про исполнение в будущем. И это время и Иисус Христос. Господь показал, что все-таки можно исполнить Слово Бога и жить по Нему. Иисус Христос всегда делал то, что Ему говорит Бог Отец. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 38 стих. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иоанна 6, 38. Но разница в том, что человек сам не может. Но если мы ведомы Духом Святым, это уже другой вопрос, друзья мои. Мы можем сказать, ну если бы Христос был сейчас здесь, Он бы сказал, что мне делать и как жить. Так, друзья? Время Церкви и Духа Святого. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, Иисус Христос так говорит про Духа Святого. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что Я говорил вам». Иисус пришел, Иисус Христос пошел к Отцу, воскрес две тысячи лет назад. Но когда Он воскрес, пошел на небеса, к нам на землю и к тем, кто хочет исполнять волю Божью, пришел Дух от Бога, Дух Христов, Дух Святой. Именно Он всему научит и все напомнит. И еще очень интересно. Также в Евангелии от Иоанна, 14 главе написано. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Иоанна, 14 глава, 10 стих. Я правильно говорю. Я правильно говорю, друзья, что Дух Святой – это Бог. То есть то, что нам говорит Дух Святой, нам, тебе, это сейчас, то же самое, что если бы тебе сказал Бог Сущий или Иисус Христос. «Исполнять и поступать по Духу». Об этом говорит и апостол Павел в послании Галатам, 5 глава. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Галатам, 5, 25. Здесь Павел говорит, что те, кто Христовы, не только должны слушать то, что им говорит Дух Святой, но говорит, что и настаивает на том, чтобы им и поступали обязательно так. Заметьте, Павел не говорит «учите всю жизнь, как слушать голос Духа Святого». Он даже не говорит об этом. Это естественно для тех, кто живет с Богом и принадлежит Христу. Он говорит и настаивает, что когда мы слышим, что Дух говорит Святой, что говорит Дух Святой, то обязательно исполнять, поступать по Духу. Давайте, друзья, пройдем сквозь время. Откроем опять разоконие, 2 стих, 28 глава, 2 стих. «Благословение, 2 стих. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушаться Господа Бога твоего». То, что когда говорил Бог через Моисея, что говорил Бог Отец через Иисуса Христа, что говорит нам Павел в посланиях одно и то же. «Сквозь время слушай голос Господа твоего и тщательно исполняй все заповеди Его». Для этого и пришел к нам в помощь Дух Святой, который сейчас живет с нами и в нас пребывает. Исполняя то, что Дух Господень говорит нам, то есть жить по Духу, мы исполняем то, что нам говорит сам Бог. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Аминь. «Придут на тебя все проклятия эти и постигнут». Хочу немного и предостеречь. Тот человек, который не живет, не исполняет того, что ему говорит Дух Святой, попадает под вторую категорию людей, 2 законе, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушаться голоса Господа твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Это второзаконие, 28 глава, 15 стих. Это проклятие, друзья. Хоть мы и живем в благословениях, все одно, краем глаза, мы нужно смотреть на проклятия. Ведь все эти вещи придут в нашу жизнь и исполнятся. Если я уйду, откажусь от Бога. Сегодня я заканчиваю, друзья. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, ставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.